Вести Карачаева, Черкесия 14 декабря в Черкесии состоится торжественное открытие первой соборной мечети Республики, которая станет одним из самых величественных культовых событий. Мечеть в византийском стиле оборудована четырьмя 50-метровыми миноретами и увенчана 33 куполами. Молиться здесь смогут более 5000 прихожан, причем для мужчин и женщин предусмотрены отдельные залы. Оборудованы помещения для омовения в теплые и холодные сезоны. Рядом с мечетью расположился парк с фигурными скамьями и фонтаном. Важный логистический объект в Карачаевой, Черкесии будет сдан досрочно. В ауле «Козелоктябрь» на финничную прямую вышли работы по капитальному ремонту моста через реку Кордоник. Он соединяет между собой находящиеся на разных берегах две части населенного пункта, а потому имеет огромное значение для жизни аула. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаева-Черкесск-Автодор Муайя Тхутов. На данном мосту предусмотрена безопасность проезжей части, безопасность пешеходов посредством перильного ограждения для пешеходов, оно оцинковано у нас современно, и барьерное ограждение М11. Это мостовое сооружение, которое выдерживает нагрузку для сталкивающихся автомобилей, чтобы никто у нас не слетел с данного моста. Грузоподъемность данного моста у нас он современный, по мостовым нормам он А11Н11, что в простонародье можно сказать, что в одиночном порядке до 200 тонн он выдерживает. Группа компании «Домотэ» на 40% увеличила объем кормозаготовки для овцеводческого комплекса в Северокавказском федеральном округе. На хранение заложено более 10 тысяч тонн кормов, что закрывает потребность в кормах для маловорогатого скота на 70%. В сентябре этого года в Карачаево-Черкесии открылся самый крупный в России завод по убою и переработке баранины. Проект по созданию предприятия мощностью 25 тысяч тонн продукции в год реализован инвестором группой компании «Домотэ». После выхода завода на проектную мощность объем переработки составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. Благодаря широкомасштабной реконструкции количество рабочих мест на предприятии было увеличено со 150 до 450. В следующем году их число составит 550. В селе Курджиново Урупского района запланировано строительство газоразводящих сетей. Еще в прошлом году было начато строительство межпоселкового газопровода «Преградная Курджинова» в рамках реализации программы публичного акционерного общества «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации в республике. Проектирование газоразводящих сетей по Курджиново запланировано на следующий год, а строительство – до 2025 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год мы стараемся по 13 километров выполнять дорогу. Это условия и программы, и паспорта республики. В текущем году по состоянию на ноябрь месяц все работы уже завершены. Остались мелкие недочеты, которые подрядчик исправляет. В соответствии с муниципальными программами на каждую дорогу есть гарантия 5 лет. В течение 5 лет, если что-то случится с покрытием, подрядная организация обязана устранять. В республиканской столице завершилось устройство еще 18 новых опор освещения со светодиодными светильниками. На улице Гутяколова от крайней до Демиденко стало заметно светлее. Запланированная установка новых опор освещения подошла к концу. С такой просьбой в приемную президента России в Северокавказском федеральном округе обратилась жительница Черкесска, и было принято положительное решение по данному вопросу. Отмечу, что в этом году более 50 новых светодиодных светильников также установлено на въезде в Парк культуры и отдыха «Зеленый остров». 40 дополнительных светильников осенью появилось в парке в районе завода РТИ. Стало светлее на нашей гостевой улице Пятигорском шоссе. Здесь на 50 столбах взамен устаревших ламп установили 100 новых светильников. В следующем году еще полсотни новых опор освещения появятся с противоположной стороны трассы, отметил мэр города Алексей Баскаев. На территории Карачаевского городского округа проходят работы по замене фонарей уличного освещения на современные, новые и светодиодные. Специалисты работают на нескольких улицах Тиберды, в частности по Горной, Лениной и Мухинской. Линия освещения также будет заменена по просьбе жителей на участки от теплотрассы и включая всю улицу Ордженикидзе. Замена и установка также началась в Карачаевске по улицам Мира, Магометова и Иркенова. В общей сложности до конца текущего года запланирована замена и установка более 400 светодиодных светильников. В Карачаевске продолжается реконструкция одного из крупнейших и старейших спортивных объектов республики – стадиона Савлух. Кардинальные изменения коснутся трибун, лестничных сходов и, конечно, футбольного поля с беговыми дорожками. Строители планируют завершить ремонтные работы к концу этого года, чего с нетерпением ждут любители спорта со всего Карачаевского городского округа. Об этом рассказал начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа Альберт Сарыев. Федеральный проект «Демография. Спорт. Норма жизни» ведется строительство. Начало этого года уже полностью практически не останавливалось. На сегодняшний день основание поля футбольного где-то на 85% закончено. На следующей неделе уже будут стелить покрытие искусственное, ливневки, дренажные работы уже практически закончены. Также по периметру будут установлены освещения, воркаут-площадки. Въезд в село Дружба украсила Большая Арка. Ее установили в памяти Акадии Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Ибрагима Хаджикачеви. Его именем также названа Центральная улица Дружба. Работы по возведению архитектурного сооружения проводятся за счет средств местных благотворителей. Благодаря неравнодушным гражданам, выходцам из этого села, успешно реализуется ряд значимых проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры и объектов социального благоустройства. Информацию комментирует Муэдзин села Дружба, Халит Качиев. Я не ожидал, что люди так будут относиться к этому сооружению. Есть у нас Элькенов Асхад Борисович, житель этого села, который очень любил ради Аллаха нашего имама. У них взаимоотношение было на таком высоком уровне. Он очень помогает. Ни рубля не берет к этому сооружению. Она вот 80% закончилась. Я вам скажу, правительство, министры, замминистры, они просили называть свои имена. То, что они делают ради Аллаха, не хотят, чтобы их озвучивали. Очень многие помогают. В Москве проходит финальный этап Всероссийской национальной премии «Студент года-2022». Карачаево-Черкесию представляет Диана Кумукова в номинации «Староста года», Мадина Малсугенова в номинации «Творческая личность года», среди профессиональных образовательных организаций Дарина Булгарова в номинации «Староста года». Минобороны страны организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого к воинским частям прикрепили подразделения Фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или военных комиссариатах по месту призыва. Об этом сообщил военный комиссар Республики Сергей Белобородов. На сегодняшний день мобильная связь в районах специальной военной операции, сами знаете, что работает неустойчиво, но иногда это даже небезопасно для самих военнослужащих. Поэтому Министерство обороны определил порядок доставки почтовых писем, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма бандероли весом до 2 кг и посылки до 10 кг. Через отделение «Почта России» почтовый индекс. Он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. Для того, чтобы узнать адрес военнослужащего, родственникам, близким необходимо прибыть в военный комиссариат и подать заявку. Сотрудники военкомата вам выдадут номер воинской части, где проходит служба гражданин республики. Информация эта строго конфиденциальна, поэтому выдаваться будет не всем, а только близким родственникам. В Черкесске состоялось торжественное открытие мемориальных плит казакам, награжденным Георгиевскими крестами. В мероприятии приняли участие представители органов власти, духовенства, общественности, историки, школьники и студенты, а также родственники георгиевских кавалеров. Всего увековечено 130 имен, из них 7 – полные кавалеры. 382 объединенных клиентских офисов пенсионного фонда и фонда социального страхования начали работу в пилотном режиме в 37 регионах страны. С нового года единое отделение двух фондов будут принимать граждан по всей стране. В Карачаево-Черкесии единые офисы клиентского обслуживания откроются в январе следующего года. Решение о создании социального фонда России принято, чтобы упростить гражданам получение мер социальной поддержки. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции пенсионного фонда и фонда социального страхования. Школьница из Черкесии перевела мошенникам около 20 тысяч рублей с маминой карты. Ей написала якобы подруга, которая просила денежные средства, так как с ней произошла чрезвычайная ситуация. Девочка, воспользовавшись телефоном матери, через онлайн-предложение в два этапа перевела 19 998 рублей на номер, указанный в переписке. После при уточнении подробностей выяснилось, что аккаунт подруги был взломан мошенниками. Руководство МВД Республики обращается к жителям региона при разговоре по телефону или в переписке в интернете. Убеждайтесь в достоверности информации. Обязательно освежитесь с теми, от чего ими не действуют незнакомцы и убедитесь в правдивости информации. На курорте Архыс запустят новую канатную дорогу гондольного типа под названием «Орбита». Ее протяженность составит 2 километра 27 метров, а пропускная способность – 1200 человек в час. Канатная дорога будет отвозить туристов на высоту 3014 метров прямо на хребет Абиширахуба к самой высокой смотровой курорта. До конца этого года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию гараж ротрака в поселке Романтик, магистральные сети инженерно-технического обеспечения, автодорогу в туристической деревне Лунная Поляна и парковку автомобильного транспорта на 419 машиномест. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии облачно, местами осадки, в виде дождя, мокрого снега и снега. В горах сильные осадки. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. В горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7. Утром местами на дорогах Галалидица. В Черкесске небольшой дождь. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Утром на дорогах Галалидица. А столбик термометра поднимется до 4 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. 14 декабря в 16.30 вы сможете задать свой вопрос главе Республики Рашиду Тимрезову. В прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24», а также в эфире «Радио России» и «КЧРФМ» и на официальном аккаунте главы Карачао-Черкесии «ВКонтакте». Вопросы можно задавать уже сейчас по многоканальному телефону 8 800 222 44, а также присылайте свои видеообращения в телеграмм на номер 8 918 710 99 90. Прямая линия с Рашидом Тимрезовым. 14 декабря в 16.30. Вы слушали «Радио России» Карачаева-Черкесия. До новых встреч!